Каждый день я получаю массу вопросов касательно работы того или иного типа антенн. В принципе, описать все существующие типы антенн просто невозможно. Но что можно сделать, так это объяснить главные закономерности, в соответствии с которыми создаются практически все типы антенн. Как передать эти знания в целостной форме? Для этого я решил сделать полноценный видеокурс по работе антенн. Причем сделать его таким, чтобы информация в нем была доступна даже неподготовленному человеку. Я сам радиотехник, видел много учебников по антенно-фидерным устройствам, поэтому очень хорошо знаю, каким инопланетным языком написаны эти труды. Допустим, возьмем один очень популярный учебник, небольшой, чуть больше 800 страничек, и если мы попытаемся почитать раздел про щелевые антенны, то неизбежно наткнемся на подобные страницы. В общем-то, все написано правильно. Проблема в другом. Неподготовленный человек совершенно не сможет усвоить такой материал. Человек может просто хотел получить понятие о диаграмме направленности щелевой антенны, а получил головную боль. Короче говоря, складывается впечатление, что эти учебники писали инопланетяне, которые не могут объяснить простую вещь на целой странице, зато отлично общаются формулами. Я очень хорошо понимаю эту проблему. Моя задача состоит в том, чтобы преподнести эти знания максимально просто и доходчиво. Моя задача состоит не в том, чтобы описать все существующие антенны, это просто невозможно. Задача состоит в том, чтобы человек, изучивший этот несложный доступный курс, смог самостоятельно определять принцип действия любой антенны. Поверьте, большинство антенн работает на идентичных принципах. Когда вы будете понимать эти принципы, а это легко, то, взглянув на любую антенну, вы без проблем сможете определить длину волны колебаний, частоту, поляризацию, направленность этой антенны и так далее. В нескольких десятках уроков я простыми словами рассказал то, что в учебниках занимает 800 страниц формул. Первый урок посвящен источникам радиоволн. Что представляют собой радиоволны, что их вызывает и как радиоволны распространяются в пространстве. Во втором уроке вы узнаете, как выглядит радиоволна целиком. Не отрезки силовых линий и не синусоидальные графики, а замкнутые силовые линии электрического и магнитного полей целиком. Вы узнаете, почему на расстоянии до антенны менее половины длины волны амплитуда поля падает очень резко. А после этой точки амплитуда поля перестает так сильно убывать. И что важнее всего, почему на расстоянии от антенны менее половины длины волны фазы магнитного и электрического полей отличаются на 90 градусов. А после этой точки магнитное и электрическое поля становятся синфазны. В третьем уроке я расскажу, почему вибраторы делают кратными четверти длины волны. Как это возможно, что ток в различных участках цепи не равен и более того, может течь в противоположных направлениях. И самое главное, как выглядит движение зарядов в полотне антенны. Далее вы узнаете о самых распространенных типах поляризации сигнала. О плоскополяризованных волнах и о волнах с круговой поляризацией. И соответственно, как должны выглядеть антенны, предназначенные для приема сигнала той или иной поляризации. Пятый урок посвящен электростатическим основам работы антенн. Каким образом антенны создают электрическое поле и каким образом электрическое поле порождает движение заряда в полотне антенны. Как влияет поле разделенных зарядов на построение антенных систем. И к чему приводит конечная скорость распространения потенциала по полотну антенны. Начиная с шестого урока, я объясняю, на каких принципах строятся реальные антенные системы. Как можно увеличить коэффициент усиления антенны за счет удлинения ее полотна. Как правильно рассчитать и сфазировать отрезки полотна антенны. Даю примеры работы реальных антенн, построенных на этом принципе. И объясняю, к каким последствиям приводит применение этого метода. Седьмой урок посвящен усилению посредством увеличения количества вибраторов. Как правильно сфазировать и расположить в пространстве отдельные излучатели. На восьмом уроке вы узнаете, как усилить сигнал за счет сложения прямых и отраженных волн в пространстве. На каком расстоянии от вибраторов следует располагать отражатель, как он влияет на диаграмму направленности и как работают решетчатые рефлекторы. Далее вы узнаете принципы усиления за счет применения директоров. Какие типы директорных систем существуют. Как создается бегущая волна. И как применение директорных систем влияет на диаграмму направленности. В десятом уроке вы узнаете, как работают фазированные антенные решетки. Как осуществляется управление диаграммой направленности при помощи фазирующих устройств. В каких режимах могут работать фазированные антенные решетки. Как происходит управление формой фронта волны и так далее. Дальше я расскажу, как работают антенны бегущей волны. В чем их отличие от антенн стоячей волны. Какие основные типы антенн бегущей волны существуют. Мы рассмотрим реальные примеры антенн бегущей волны. Даже диэлектрические антенны. И разберем все их характеристики. На двенадцатом уроке мы рассмотрим такую важную тему, как волновое сопротивление и согласование. Я расскажу, как влияет на волновое сопротивление погонные емкость и индуктивность, и от чего они сами зависят. Поясню, зачем нужны согласующие элементы и как они работают. Что такое укорочение волны в полотне и как работают линии задержки. Тринадцатый урок посвящен резонаторам, волноводам, щелям и линзам. Мы с вами разберем предназначение всех этих элементов. Сами создадим резонатор, запитаем его щелью, направим сигнал по волноводу, применим рупорную антенну и выровняем фронт волны при помощи линзы. Видели ли вы когда-нибудь подземные антенны? Очень вряд ли. Разве что если вы можете видеть сквозь землю. На четырнадцатом уроке мы рассмотрим предназначение и режим работы подземных антенн. Благодаря каким принципам возможна передача сигнала сквозь толщу земли. И каково строение типичной подземной антенны. Далее мы разберем огромное множество типов широкополосных антенн. С параллельным включением вибраторов логопериодические, фрактальные, антенны бегущей волны и в том числе щелевые антенны на примере антенны Вивальди. Шестнадцатый урок посвящен магнитным антеннам. Мы вспомним про магнитную составляющую радиоволны. Разберем такие типы магнитных антенн как замкнутые рамки в колебательном контуре. Магнитные антенны на ферритовых сердечниках. Электрически экранированные магнитные антенны. Магнитные антенны вибраторного типа очень интересный тип антенн. Длинноволновые магнитные антенны тоже вибраторного типа. И кольцевые антенны бегущей волны, создающие вращающееся электромагнитное поле. А на семнадцатом уроке мы будем применять полученные знания. Мы разберём несколько десятков антенн, и вы сами убедитесь в том, что, зная главные принципы построения антенн, вы с лёгкостью сможете определить практически все характеристики даже той антенны, которую вы видите в первый раз. Взглянув на антенну, вы легко сможете определить основные её элементы, активные вибраторы или другую форму полотна, директоры, рефлекторы, рамки, элементы антенной решётки, легко определите тип поляризации, прикините диаграмму направленности, по длине вибраторов определите частоту работы системы, сможете точно сказать, является система узкополосной или широкополосной и так далее. Ещё раз повторю, что перечислить все существующие типы антенн просто невозможно. Но можно овладеть пониманием основных принципов построения антенных систем, и вы сможете легко определять характеристики любых антенн, даже тех, которые вам померещились. В отличие от инопланетных учебников, я сделал свой курс таким, что его легко может воспринять даже неподготовленный человек. Я сделал этот материал доступным во всех смыслах.